Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Я приветствую всех вас в программе Маннафест. Мы находимся в Израиле у древней крепости крестоносцев. Сегодня я передам очень важное послание. Я буду говорить о трех группах людей, которые пропустят Вознесение Церкви. Прежде чем я начну, я хочу подчеркнуть кое-что для наших зрителей. Нас смотрит большое количество людей, которые больше не верят в то, что будет Вознесение Церкви. Они критикуют саму мысль о Вознесении Церкви, потому что понятия «Вознесение Церкви» в Библии — нет. Мы не раз говорили в нашей программе, что слова «троица» тоже нет в Библии. Это богословский термин. Тысячелетнее царство мы называем «миллениум», а этого слова в Библии нет. Английское слово «демоны» мы взяли из английского слова «одержимый» — «demonized». Мы используем слово «демоны», хотя его нет в английском переводе Библии. Термин «Вознесение Церкви» является богословским. Английское слово «rapture» взято с латинского перевода Библии. В 1-м послании Фессалоникицам 4-й главе сказано, что мы будем восхищены на облаках. Господь придет вне зависимости от того, верите вы в это или нет. Иисус вернется за нами согласно посланию к Ефесиным, 1-му посланию Фессалоникицам и Евангелию от Иоанна. Некоторые считают, что если вы приняли Господа, то автоматом становитесь кандидатом на Вознесение. Я хочу, чтобы прежде чем делать выводы, вы внимательно послушали меня. Хочу прочитать вам отрывок из Нового Завета, который мы подробно осмотрим. Я покажу вам, что есть определенные личности, которые верят, считают и учат тому, что Вознесение Церкви — это не про них. Эта тема настолько обширна, что я не смогу все вместить в одной программе. Поэтому будет еще и вторая часть. Многие не понимают, что для того, чтобы быть Вознесенным, нужно соблюсти условия. Я перечислю вам пять таких условий из Нового Завета. Для этого давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Что еще за условия такие? Мы что, должны зарабатывать свое право на Вознесение? Нет, ваше спасение дается вам по вере и благодати, а награда на небесах будет соответствовать тому, что вы делали на земле. Любое обетование в Библии имеет условия. В каждом Завете есть обетование и есть условия. Вторые условия были такими. «Слушайся меня, ходи со мной, соблюдай мое слово, мои уставы и заповеди». В Новом Завете условия для Завета с Иисусом следующие. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам прибыть в вере, претерпеть до конца условия Нового Завета». Мы должны молиться, искать Бога, поститься, читать Слово. Мы пребываем в Нем, и тогда Он пребывает в нас. Я много говорил о Заветах все годы своего служения. Каждый Завет основан на обетованиях, но также имеют условия. Если бы Авраам не встал и не пошел в землю обетованную, то ни одно из обетований не исполнилось бы. Также в Новом Завете для верующего есть условия, что он должен быть готовым к тому времени, когда Иисус вдруг вернется. Бодрствуйте и молитесь. То есть человек должен бодрствовать, быть настороже. Второе. Молитесь, чтобы быть достойным, избежать времени скорби и предстать перед Сыном Человеческим. То есть человек должен молиться. «Господь, дай мне быть достойным предстать пред Тобою». Иисус сказал, молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сыном Человеческим. Далее третье. Евреям, девятая глава. Во второй раз Он явится для ожидающих Его во спасение. Я верю, что мы должны пламенно ожидать возвращения нашего Господа. Мы должны быть в ожидании и восклицать «Маранафа», «Гряди, Господи». Это часть условий. Бодрствовать, молиться, чтобы сподобиться, быть достойными и ожидать Его. Далее во втором послании Коринфянам, 7 главе, первом стихе, говорится, «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню страхи Божиим». Есть вещи, от которых нас может очистить только сила Божия, и мы молимся об этом. Но есть и то, от чего мы сами должны отказаться. Мы должны принять решение и свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех. Это уже действие нашей воли. Это то, что требуется с нашей стороны. Поэтому все это условия, которые мы должны соблюдать, чтобы показать Богу, что мы Ему послушны. И пятое, это Откровение, 21 глава. Мы должны все преодолеть. Откровения, 2 и 3 главы говорят о том, что побеждающие наследуют все. Греческое слово «победитель» или «тот, кто преодолевает», как сказал эксперт в греческом языке Рик Реннер, означает «суперпобедитель», «мегачемпион». Вы побеждаете этот мир и похоть этого мира. Мы живем в этом мире, и мир вокруг нас — прекрасное место. Когда сказано «не любите мира», это не означает, что Бог говорит нам «не любите деревья, животных, растения и горы». Он призывает нас «не любить систему этого мира». Это система тьмы, и мы не должны думать так, как мыслит этот мир. К примеру, мир говорит, что делать аборт — это нормально. Так мыслить нельзя. То же самое с однополыми браками. Наше мышление должно соответствовать Слову Божьему. Пятое условие — вы должны быть победителем, побеждать этот мир. Плоть и дьяволы. Вы можете побеждать плоть, когда вы смиряете ее. Вы побеждаете дьявола, когда не поддаетесь на его уловки. Это пять вещей, которые, согласно Писанию, мы должны делать, чтобы нам приготовить себя к возвращению Господа. Вы помните притчу о десяти девах? Там были пять неразумных дев, у которых не было достаточно масла в светильниках, когда пришло время брачного пира. Я хочу показать вам нечто очень важное. В 24 главе Евангелия от Матфея мы читали о хозяине дома, а о владельце дома. Сегодня мы бы сказали, что это отец. Это кормилиц. Мама заботится о детях, а отец защищает дом. Хозяин дома в данной притче — это тот, кто защищает дом. И в этой притче сказано, что пришел вор. Я слышал, как многие люди утверждают, что эта притча не может ничего общего иметь с Иисусом, потому что Иисус не мог быть изображен в притче как вор. Однако внимательно ли они читали Библию? Первое послание фессалоникицам. Второе послание Петра — откровение. Особенно это видно в первом послании фессалоникицам. Тут сказано, «День Господень так придет, как так ночи». Ибо когда будут говорить «Мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве. Эти люди говорят, что пришествие Господа не может быть как вор, потому что Иисус не вор. Если бы Он выступил как вор, Он бы противоречил одной из десяти заповедей. Но Иисус использует метафору «вор» в данном контексте, так как вор появляется в доме неожиданно. Он не предупреждает хозяев о своем приходе. Он забирает ценные из дома, и когда жители просыпаются, они вдруг понимают, что кто-то ворвался в их дом и забрал их имущество. В контексте этой притчи мы видим, что хозяин дома не бодрствовал. Он не стоял на страже своего дома. Поэтому часть дома была украдена. А сейчас самое интересное. Следите за моей мыслью, чтобы вам ничего не упустить. Если мы посмотрим, что говорится перед притчей о хозяине дома, начиная с 38 стиха, мы убедимся, что сказанное дальше, то есть в стихах с 42 по 44, совершенно точно относятся к Вознесению Церкви. Я прошу вас быть максимально внимательными. Я буду говорить очень важные вещи. Итак, посмотрим 40 стих 24 главы. Иисус говорит, «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Также у Луки сказано, «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится». Слово «оставиться» в переводе означает быть покинутым или быть оставленным. «Двое были на поле, один берется, другой оставляется». Также мелющие в жерновах. Один будет забран, а один останется. И также в постели. Один возьмется, а другой будет оставлен. Я не знаю, откуда люди это берут, но многие века существуют те, кто утверждают, что забраны будут именно те, на ком есть начертание зверя. И на земле останутся только те, кто не принял начертание зверя. Я слышал это мнение, и среди современных пророков, слышал, как об этом говорят в телевизионных программах, они утверждают, что забраны будут те, кто имеет начертание зверя. Они приводят местописание о том, что плевелы будут отделены от пшеницы. Плевелы отсеются, а пшеница будет в житницах. Они имеют в виду детей Царства Божьего и детей Сатаны. Эта притча действительно говорит об отделении одних от других. Но я докажу вам на основании Писания, что этот стих ничего не имеет общего с тем, что ожидает людей с начертанием зверя в конце скорби. Да. Разумеется, они будут отброшены. Но в этом стихе речь не об этом. Здесь хозяин дома сожалеет о том, что из его дома исчезло нечто ценное, и в данном случае это не просто золото, серебро или другие ценности. Пока его не было, у него забрали его семью. Они не просто забраны куда-то. Речь здесь идет о вознесении церкви, и я покажу вам это. Давайте посмотрим эти места Писания. Мы трижды видим в Писании, один забирается, другой остается. Третий раз мы видим это в Евангелии от Луки, 17 главе. Слово «забран» — это греческое слово «параламвана». Оно означает «взять с собой» или «принять». Кто-то приходит и забирает что-то себе. Это то, что имеется в виду в данном месте Писания. Вор приходит и забирает что-то для себя. Ну а теперь послушайте внимательно, что говорится в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Иисус сказал, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». То есть на небесах. Иисус вернулся на небеса к Отцу, и Он желает, чтобы мы были там с Ним. Он вернется, чтобы забрать нас к себе. И в данном месте Писания, «Приду опять и возьму вас к себе» в переводе Библии Короля Иакова, стоит то же слово «параламвана», означающее «взять к себе», которое употреблено и в контексте, один забирается, другой оставляется. Мы не берем чье-то субъективное мнение, мое или ваше. Мы опираемся строго на Писание. И мы видим, что хозяин дома имеет свой дом, в котором хранится ценное. И вот в этот дом неожиданно приходит вор. Он забирает ценное из дома. Хозяин дома остается в доме, и он опечален. Когда произойдет вознесение церкви, некоторые будут забраны, чтобы быть Господом, другие же будут оставлены. Они останутся на земле, и им предстоит пережить время скорби. Вознесенные будут с Господом, и о них говорится во второй и третьей главах Откровения, как о победителях. Поэтому на основании Писания мы можем сделать вывод, что когда говорится, один заберется, другой останется, то здесь не идет речь о конце скорби. Тогда, как написано, Он пошлет ангелов Своих и соберет всех избранных Своих от четырех ветров. Здесь забранные – это те, кто исчез, потому что Иисус вернулся за Своей невестой. Дальше Иисус говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы быть достойными». Для чего Иисус говорил, «Один заберется, а другой останется?» Он предупреждал, что нужно бодрствовать. Кто не будет бодрствовать, тот будет застигнут врасплох, тот не будет готов к встрече с Господом. Вопрос в том, будут ли такие верующие, которые не будут вознесены при вознесении Церкви. Я утверждаю, что таковые будут. Мы вернемся к первой группе таких людей. Для этого вспомним историю Лота. Когда Лот предупреждал своих дочерей и зытьев, что приближается Божий суд, Библия говорит, что они смеялись над ним, а они не верили его словам. Перед тем, как на Содом излился суд Божий, Лот с женой и двумя дочерьми успели скрыться. Ангел говорит в 19 главе книги Бытия «Этот важный стих». «Поспеши взять семью и удалиться из города, потому что пока вы не уйдете, мы ничего не сможем сделать». То есть не сможем излить суды Божии. Этот стих подтверждает концепцию вознесения Церкви до скорби. Суды не могут излиться до тех пор, пока народ Божий, праведный народ, не будет в безопасности. Для них в Ветхом Завете «Безопасность» означало выйти из Содома, а для нас это означает быть вознесенными на небо. Итак, если человек пребывает в неверии, то такой человек не может насладиться вознесением Церкви. В 21 главе Откровения неверные или неверующие приравниваются к убийцам, скверным и любодеям, к чародеям и лжецам. В 8 стихе 21 главы Откровения говорится, что их участь в озере Огненном. Сегодня в мире так много неверующих верующих. Они утверждают, что знают Господа, но они не верят тому, что говорит Писание. Они напоминают мне фарисеев, которые утверждали, что знают закон, тор, а Иисус им сказал, «Вы не знаете ни Писания, ни силы Божьей», потому что они истолковывали Писание по-своему. Когда Павел в Новом Завете начал говорить о Церкви, он в послании к евреям пять раз говорит об отступничестве. У пятидесятников и баптистов противоположное мнение касательно отступников. Пятидесятники верят, что человек может обратиться к Господу, а потом отступить от веры, тогда как подавляющее большинство баптистов верят в то, что наше спасение запечатлено Господом. Я не утверждаю, что так верят все баптисты. Когда я рос, нас учили тому, что нужно оставаться верным Господу, и цитировали нам пять мест из послания к евреям. Но вот в каком контексте Павел пишет об этом евреям. Они уверовали в Господа и покончили с храмовыми приношениями. Однако храм в Иерусалиме все еще функционировал, и люди все еще приносили туда жертвы. На многих уверовавших во Иисуса иудеев давили их родные и близкие, чтобы они снова начали приносить жертвы Богу в храме. Они убеждали их приносить жертвы за свои грехи, потому что сами не верили, что Иешуа может прощать грехи. Павел говорил им, «Если вы утверждаете, что вы верующий человек и верите в кровь Иисуса, но при этом возвращаетесь к храмовым приношениям, то не осталось больше жертвы за грех. Вы отступили от истинной веры, возвратившись к тому, что больше не работает». Однако Павел начинает предупреждать о грехе неверия. Если вы откроете третью и четвертую главу послания к евреям, вы найдете там 11 мест об этом. Он 10 раз говорит о том, что они должны войти в Божий покой. Десять раз он говорит о том, что мы должны пребывать в Господе, в Его покое и наслаждаться им. Но 11 раз слово «покой» — это греческое слово «субботство», и оно означает «вечную субботу». В 18 и 19 стихах говорится, что неверующие не смогут войти в покой, то есть в вечное субботство. Вечное субботство — это небеса, когда мы прекращаем все свои труды и заботы и обретаем покой с Господом. Павел предупреждает церковь о том, что Израиль впал в неверие. Вы можете вернуться к Ветхому Завету, где сказано о том, что евреи впали в неверие. Там же в этом послании сказано, «посему для народа Божьего еще остается субботство. Вечный покой ждет нас на небесах. Если мы впадем в неверие, то нам его не видать». «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Второе послание Петра. «В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие. Где обетование пришествия Его? Ибо от начала творения все остается так же». Я говорю это потому, что есть люди, которые вообще не верят в изнесение церкви и смеются над этим, называя себя верующими. Они отломились неверием. Первое послание Тимофею. Павел хулил Бога, но поступал так по неверию. Евреям 4 глава. «Они не могли войти в покой по причине неверия». И сказано далее, «Постараемся войти в покой Оны, чтобы кто не впал в неверие». Итак, вопрос. «Можете ли вы спастись, если вы не верите, что Бог может вас спасти?» Ответ — нет. «Если вы не верите в крещение Духом Святым, крестит ли Бог вас Духом Святым насильно?» Нет. «Также и с исцелением. Если вы не верите, что Бог исцеляет сегодня, что Он может вас исцелить, то сможете ли вы принять исцеление?» Нет. «В Назарете Он не мог сделать много чудес по неверию их. Если вы говорите, что не верите в то, что Бог сегодня может сделать чудо, разве Бог явит вам чудо против вашей воли?» Нет. «Вы можете принять только то, во что вы верите». И отсюда вопрос. «Если вы не верите в то, что Господь придет, чтобы забрать своих, то заберет ли Он вас, пребывающих в неверии?» У меня нет больше времени сегодня это доказывать, но на основании Нового Завета мы видим, что ответ «нет». Есть люди, которые говорят, «Я верю, что церкви придется пройти через период скорби». Я лично верю, что будут люди, которые жили в отступничестве и не верили Господу. И им, разумеется, предстоит пройти период скорби. Но вторая и третья главы Откровения говорят о том, что побеждающие наследуют все благословения. Те, кто победят мир, плоть и дьяволом, и будут хранить дух раскаяния и останутся верными Господу, сподобятся вкусить благ будущего века. Я осознаю, что эта тема требует более подробного разговора. Поэтому призываю вас не пропустить вторую часть. На следующей неделе мы поговорим о людях, которые пропустят Вознесение Церкви и почему. Если вы ожидаете Его пришествия и верно служите Ему, то вам не стоит бояться, что вы не вознесетесь вместе с Его Церковью. Всем привет из моего офиса Международной библейской школы. Я хочу представить вам свои авторские комментарии к Ветхому Завету. Я готовил их на протяжении 10 лет, и вот я держу их в руках, и они уже в продаже. Вы можете уже сейчас их купить. Позвольте поделиться. Это результат 170 тысяч часов моего собственного изучения Писания. Здесь собраны мои заметки за 45 лет. В этой Библии, она напечатана в той же цветовой гамме, как и наш Новый Завет, черные чернила на зеленоватом фоне. Комментарии написаны снизу. Комментарии ко всему Ветхому Завету, ко всем 39 книгам. Также есть памятки и более подробные толкования в конце. Например, в разборе книги «Бытие» есть статьи «Иерусалим как центр Эдемского сада». Что насчет таких загадочных существ, как ангелы, исполины и злые духи? Все это есть в этой Библии. А кем был Мелхиседек? Когда мы написали комментарии к книге Иова, люди оставляли отзывы, что это одно из самых уникальных, подробных и интересных учений, которые они когда-либо встречали. Конечно же, мы воздаем славу Богу за это, что я предлагаю сейчас вам сделать. Так это заказать эту Библию, потому что наш тираж всего 39 тысяч штук. А это означает, что только первые 39 тысяч зрителей «Маннафест» успеют приобрести эту уникальную книгу. Еще раз, это 500 тысяч слов комментариев к Библии в переводе Короля Иакова, напечатанные на качественной бумаге лучшими чернилами с красивой прошитой обложкой. Мы назвали эту книгу «Учение древнееврейских пророчеств Библии» Пэристоуна. Потому что центральным является разбор пророчества, а также вы найдете памятки с переводами древнееврейских слов. Номер заказа вы видите на экране. Стоимость книги от 150 долларов. Поверьте, это совсем немного для такой ценной книги и многолетнего опыта, изложенного на ее страницах. Вы останетесь довольны. Вы можете заказать книгу тремя способами. Не упустите свой шанс приобрести эту книгу. Я еще никогда в жизни не получал столько писем с отзывами от людей, изучающих Ветхий Завет с нашими комментариями. Некоторые целый месяц подробно изучали 128 страниц книги бытия. Если вы любите изучать Библию и познавать новое, поспешите приобрести себе этот Ветхий Завет с комментариями. Это семилетний усердный труд. Книга опубликована в США. Не упустите возможности приобрести свой экземпляр. За моей спиной карта, потому что я хочу показать вам, куда мы приедем служить 15 сентября. Там я буду в Крайс-Темпл-Черч, Хантингтоне, Западной Вирджинии. Международное служение под шатром у нас в Омега-центре с 1 по 5 октября. Также мы будем в церкви Солид Рок в Бирмингеме, штат Алабама. Всего одно служение. 18 октября в пятницу. А также отправимся в Хикари, штат Южная Каролина. В Хикари Метро Конференц-Сентр. 25 и 26 октября. И в воскресенье 27-го мы будем в Ньютоне, Северная Каролина, церковь Крайст Лайф. Если вы хотите узнать, куда еще мы приедем послужить, а мы будем в очень многих местах, то я советую вам зайти на наш сайт и посмотреть наш график. В 2020 году нам предстоит послужить на Гавайях, в штате Монтана, Южная Дакота и Невада. Мы послужим во многих новых местах. Как многие из вас знают, недавно Господь повел нас в западную часть Соединенных Штатов. Я никогда не видел такую жажду по Богу. И в Южной Калифорнии, и в Неваде, и на Аляске. Я видел истинный духовный голод по слову, проповеданному в помазании и в силе Святого Духа. Люди получают свободу и исполняются Духом Святым. Поэтому, если вы живете в западной части нашей страны, я особенно хочу призывать вас участвовать в молитвенных служениях, собраниях, где люди вопрошают Господа. Бог видит и ваш голод, и ваши молитвы, и движется по вашим молитвам. Недавно я спросил у Господа, «Почему ты положил мне на сердце ехать на запад страны?» Возможно, вы не верите, что можно так просто задавать Богу вопросы. Но именно так происходит мое общение с Богом. Он говорит со мной на моем языке. И он ответил, «Потому что эти люди настойчиво возносят ко мне свои молитвы». Бог услышал их молитвы. Он позвал меня приехать туда послужиться. Некоторые молились об этом 15, а то и 20 лет. Я уверен, что это ответ Господа на молитвы святых. Я благодарю всех наших партнеров за поддержку в нашем служении. Вы заслуживаете благодарности. Я хочу выразить вам свою особую благодарность. Я хотел бы рассказать о том влиянии, какое оказывает на весь мир наша онлайн международная школа слова. Она набирает обороты по всему миру. У нас учатся 4200 студентов. На сайте есть вся информация. Продолжайте молиться о нас и верьте, что Бог и зальет на эту землю великое пробуждение последних дней. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...